Именно мифология, именно мифы составляли основу мировоззрения древних людей. И любая мифологическая картина так или иначе начинается с того, на каких основаниях и благодаря каким законам существует мир. Где мы можем узнать эти законы? В момент творения. Поэтому история творения мира — это не просто повествование о каких-то странных персонажах, о странных событиях, непонятным языком и сложной метафорикой. Это всегда передача определённых настроек, благодаря которым человек этой культуры, в которой существует этот рассказ, понимает, как устроен мир, благодаря каким законам он существует, как он будет развиваться, что в нём возможно, а что невозможно, и в конце концов, где место человеку, какова его судьба, например, куда он движется, каково его предназначение. Вот всё это содержится вот в этой странной истории, казалось бы, очень далёкой от человеческой практики бытовой, истории о творении мира. Начнём с того, что все так или иначе повествования о творении мира, все мифы о творении мира имеют одну и ту же структуру. На протяжении всей человеческой истории, будь то мифы астралийских аборигенов, может быть, менее проработанные, будь то мифы древних египтян, очень сложная и рафинированная мифологическая система, имеют одну и ту же структуру внутреннюю. Это всегда возникновение космоса из хаоса. Структуру, как обычно, лучше всего подчеркнули греки, дали название свои греческие. Вот эти два слова «космос» и «хаос», греческие слова, они как раз и объясняют, что такое любое творение мира. Есть некое хаотическое состояние, первоначальное хаотическое состояние мира, которое в мифологиях символизируется либо водной стихией, что чаще всего, неким первозданным океаном, либо место первозданного океана может занимать существо, относящееся к этой водной стихии, например, змея или дракон, или змей или дракон. Вот обычно, если вы видите такие персонажи, это всегда в древних мифологиях символ первозданного хаоса, то есть того состояния материи, когда всё слитно, нераздельно и, соответственно, не определено. Из этого состояния возникает то, что мы называем космосом. Космос по-гречески, в переводе с древнегреческого, означает порядок, то есть из чего-то хаотического и беспорядочного в процессе всяких сложных превращений либо творящего какого-то акта божества выглядит так, как нам понятно. Выглядит так, что небо наверху, земля внизу, справа правая, слева левая, есть подземный мир, есть надземный мир. То есть всё на своих местах, ничего не слитное, не представляет собой хаотическое месиво. Вот о том, как это происходит, повествуют мифы о творении мира. Но как это происходит? Это очень сильно влияет на мировоззрение человека этой культуры. В Месопотамии в принципе существуют очень-очень древние тексты, они восходят к более древним дописьменным традициям, они были придуманы явно раньше, чем они были записаны, которые дают очень поэтическую версию творения мира. Я вам сейчас её покажу, несколько строк буквально очень красиво переведенных, очень красиво звучащих. Но я сразу вам хочу сказать, что эта версия поэтическая, и она как бы не то чтобы не прижилась, но победила и стала основной, другая. Но была и такая. Вот давайте немножечко её разберём. В предвечные дни, в бесконечные дни, в предвечные ночи, в бесконечные ночи, в предвечные годы, в бесконечные годы. То есть нам повествуется что-то о вечности. Есть что-то бесконечное, то есть вечное, из которой должно, как из хаотического вот этого океана, что-то появиться. В те времена былые, когда всё насущное, в сиянии выявилось. Вот когда. В те времена былые, когда всё насущное, нежно вымолвилось. То есть мы здесь видим два образа свет и слово. Немножко похоже на библейский контекст в каком-то смысле. Вот когда. Когда в домах страны хлеб вкушать стали. Вот когда. Когда в печах страны плавильные тигли делать стали. Вот когда. Здесь эти две строчки явно кодируют возникновение цивилизации, как таковой, хлеб, печь, обработка металла, обработка зерна, получение сложных продуктов. Когда небеса от земли отделились. Вот когда. Когда земля от небес отодвинулась. С одной стороны, это как бы символическое повествование о том, как из хаоса первичного возникает космос, когда небо и земля отдельно, они не могут быть вместе. Это и есть хаос, когда всё нераздельно представляет собой некую слитную материю, не выделившуюся ни во что. И с другой стороны, это рассказ о разъединении божественного и человеческого мира. Потому что мы знаем, что почти во всех мифологиях есть представление о неком золотом веке, когда люди, боги жили вместе, жили в гармонии, а потом почему-то это сломалось. Этот рассказ есть в Библии, и подобного рода рассказы есть во всех культурах, начиная от Китая и Индии, ну и заканчивая, соответственно, Египтом и Месопотамией. Вот здесь мы видим как бы некие отражения этих идей. Когда Ан, то есть бог неба, себе небо унёс, когда Энлиль, то есть бог царь, бог стихии воздуха и покровитель царской власти на земле, себе землю забрал, потому что воздух реет над землёй, как царская власть эту землю структурирует. Когда Эрешкигаль подарком брачным миру подземному подарили, вот когда Эрешкигаль — это богиня подземного мира мёртвых. И вот мы видим даже в этой красивой поэме, в этом гимне почти, структуру мироздания. Есть боги неба, бог неба, есть боги, которые правят земными делами, вот он перед нами Энлиль, бог царской власти, куда уж более земной, и есть Эрешкигаль, богиня подземного мира мёртвых, небеса, земля, подземный мир. Но это такая скорее поэтическая версия, в которой уже очень много всего набросано и которую уже можно долго разбирать на самом деле. Но так получилось, что для этой культуры основополагающей, по крайней мере, по нашим сведениям, стала другая версия, возникшая в древнем Вавилоне. Есть поэма, возникшая в Вавилоне, в великом городе, о котором вы наверняка слышали. Но прежде всего вы, конечно, слышали о Вавилоне в связи с мифом о Вавилонской башне, в связи с библейской историей о Вавилонской башне, которую вполне подтверждает современная археология. Но это то, как выглядят раскопки древнего Вавилона сейчас. На самом деле от этого города мало что осталось, в основном фундаменты и планы. Но когда-то это был не просто великий город, а я бы сказала, что это был архетипический город, город городов, такой образцовый город, некий эйдос платоновский город, как такового. Что такое город? Это Вавилон, конечно же. И выглядел он по реконструкциям археологов и художников примерно вот так. Перед вами даже не весь город. Это главный храмовый комплекс Эсагила и его храмового комплекса главный Зикурат, который называется Этаминанки, место, где небо встречается с землей. Само название Вавилон означает в переводе с древнеакадского «врата бога», «бабили». И изначально это было небольшое поселение, которое благодаря удачной экономической политике и удачному размещению на торговых путях очень быстро выросло. И стало настолько могущественным городом, что во втором тысячелетии до нашей эры, примерно к XIX веку до нашей эры, покорило большую часть городов Месопотамии, большую часть шумерских и аккадских городов. То есть образовало что-то вроде первой вот такой империи со столицей в Вавилоне, если так можно сказать. Потому что Месопотамия — это земля свободных таких городов-государств, которые постоянно воюют. Это очень воинственная культура. Там у них никогда просто не было состояния мира вообще. Они все время воевали. И в какой-то момент Вавилон, поднимаясь благодаря торговле, становясь богатым и могущественным городом, захватывает большую часть городов Месопотамии во втором тысячелетии до нашей эры и становится столицей чего-то вроде империи, большого государства. И, соответственно, мы видим Вавилон в эпоху его могущества, до реконструкции. Это вот еще одна реконструкция его Зиккурата, который и стал прообразом Вавилонской башни. На тот момент это одно из самых высоких строений в Древнем мире, но выше только пирамида Хеопса в Египте. Которые, в отличие от пирамиды, которая гробница, Зиккурат древнемесопотамский — это храм, это храмовая башня, которая также использовалась для астрономических наблюдений. К сожалению, от великого Зиккурата и Тиминанки Вавилонского ничего не осталось, кроме приблизительного места, где он стоял. Но рядом с Вавилоном был город-сателлит, его такой пригород, город-побратин. О нем говорили сами вавилоняне, что Вавилон — это солнце, а вот этот город Барсипа — это луна. И в Барсипе был свой Зиккурат, тоже семиступенчатый, так же, как вавилонский. И вот от него вот такое вот осталось. Что-то, что может нам приблизительно показать его масштаб. Еще есть прекрасные реконструкции. Это главные ворота в город, врата Иштар и дорога процессий, так называемая дорога Мордука. Дорога, которая не только была главным путем в город, но еще и использовалась в ритуальных целях в течение праздника, особенно Нового года, ну и вообще в течение религиозных праздниц. Поэтому она была очень богато украшена. Судя по всему, реконструкция ничуть не преувеличивает. Это действительно был мегаполис того времени, город, который поражал воображение всех. Вот это уже в материале реконструкция. Части из этого удивительного сооружения вы можете видеть в Берлинском музее, в Пергамском музее. Называются они «Врата Иштар». В данный момент выглядят вот так, в собранном виде. Причем они тут не все поместились, музей не позволил им поместиться в полноте. Там должна быть еще один уровень на самом деле. Синий — это вообще цвет Вавилона, потому что синий — это цвет их главного бога, бога Мордука. И случилась такая история, что когда Вавилон еще закладывался, этот город заложили либо пришедшие в Месопотамию кочевые племена амореев, либо, возможно, еще даже шумеры, но в любом случае в ту эпоху до II тысячелетия это было маленькое поселение, но как бы не очень заметное. А мы помним, что у месопотамских городов у каждого города был свой бог-покровитель, который для них абсолютно нешуточно присутствовал в городе, лично управлял городом, об этом свидетельствуют их документы. Они так и верили, что это не один правитель города пошел войной на другого правителя, это бог вот этого города пошел войной на вот этот город. И, разумеется, именно этому богу был посвящен главный храм, именно этот бог обитал в золотом покое на вершине Зекурата. И вот так получилось, что Вавилон, поскольку он изначально был второстепенным поселением, даже и не городом, а небольшим поселением, у него бог-покровитель был тоже не первого уровня бог. Это был бог-мордук, изначально бог-покровитель медицины, тайных знаний. Поскольку медицина в Вавилоне, вообще в Месопотамии, она плотно граничит и связана с магией, их вообще невозможно различить, то, соответственно, и бог-покровитель магических заклинаний и так далее. Ну, то есть не первого уровня. Первого уровня боги — это Ану, бог неба, Энлиль, бог царской власти, Энки, бог мудрости и подземных вод, богиня Иштар. А вот так получается, что возвышается именно Вавилон, возвышается город второстепенного бога. И, разумеется, с возвышением города появляется необходимость возвысить и бога этого города, ибо они представляли возвышение города исключительно как возвышение бога. То есть не может быть диспропорции, не может бог быть второстепенным, а город быть главным, столицей империи, по сути. И когда возникла такая необходимость, видимо, по всей видимости, жрецы культа Мордука, бавилонские жрецы, написали некий текст, который, судя по всему, был даже не столько литературным текстом, сколько богослужебным, участвовавшим в главном празднике этого города, в празднике Нового года. И читавшийся в момент этого праздника, декламирующийся на протяжении нескольких дней, прилюдно, в котором они должны были объяснить всему миру, что их бог Мордук — это не второстепенный бог, а самый-самый главный. Поэма называется «Энума Элиш» по первым двум словам, которые в переводе с древнеакадского означают «когда сверху» или «когда наверху». Потому что начинается всё, конечно же, с творения мира, и начинается с некого образа неба. Давайте посмотрим. Так это выглядит в здании, так это выглядит в оригинале. Это семь табличек. Мы не просто послушаем замысловатую историю, а попробуем вычленить в ней определённое мировоззрение. И не просто вычленить мировоззрение давно ушедшей культуры, а сравнить это с современным мировоззрением. Вы же знаете, очень многие говорят, что современная цивилизация, она больше всего похожа из всех древних городов на город Вавилон. Что нет, мы, к сожалению, не Афины, даже не Иерусалим. Как бы много мы оттуда не унаследовали цивилизационных новшеств. А вот скорее почему-то мы воспроизводим и воспроизводим образы, рождённые Вавилоном. Вот я вам предлагаю в этой поэме тоже узнать современный мир, узнать дух современного мира, современного мировоззрения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok